Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алекс Монг. И сегодня мы продолжим прохождение игры Mafia The City of Lost Heaven. Игра, созданная компанией Illusion Softworks в 2002 году. Вот у меня есть лицензионный диск. Русская локализация от 1С. Да, прошу прощения, что долго не было новых видео. Давайте вставим диск в дисковод. И выпуск начнётся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, сливки в общество. Это было непросто. Мы заполучили Морелло в нужном месте. Остаётся последний шаг. Уничтожить его. В его кварталах процветают воровство, грабёж, шантаж, незаконные лотереи, пигорные притоны и бордели растут, как грибы. В чём же главная проблема? Наркотики? Двенов два. Проблема в том, что мы не получаем с них ни цента. Всё это переменится, как только мы избавимся от Морелло. Его организация развалится. И все его мелкие жулики, воришки и бандиты перебьют друг друга без сильной руки, которая наводила порядок. Сегодня мы наконец-то сможем убрать ублюдка раз навсегда. Олли разработал план. Точно! Мои информаторы говорят, что его можно изловить. Морелло очень осторожен и почти никогда не показывается на людях. Разъезжает в бронированном лимузине, прямо как улитка в раковине. На сегодня он выйдет на руку. Он идёт в театр, чтобы пообщаться со сливками общества Лост Хевен. Мы поедем туда и дополним спектакль. А не рискованно ли? Рискованно. Но это единственная возможность грохнуть его на публике. И всем показать, чего мы стоим. Вот как мы это сделаем. Подождём, пока не кончится представление. Люди начнут выходить. Соответственно, начнётся только дня, пока Морелло будет пытаться выбраться. Его гориллы вряд ли смогут заметить нас до того, как мы убьём его. Заботьтесь о том, чтобы не привлекать к себе внимания. То есть не стреляйте. Останьте оружие только когда увидите его. Думаю, я его хорошо запомнил. Это будет не сложно. Морелло любит белые костюмы. А их немногие носят в нашей группе. Возьмите себе потом, сынок, у Винченца. Ждите ухода в театр на центральном острове, пока Морелло не выйдет. И вперёд. Представление заканчивается в 9 часов. Не опоздайте. На этот раз дал их нос работа. Ну, вперёд. Сами это на вас. Ну, погнали. Езжайте с Полли и Сэмом к театру на центральном острове и убейте Морелло. Вообще, ребята, странно, что план по устранению самого главного мафиози разработал Полли. По идее, должен был разработать сам Сальериев. Если у тебя будет возможность сказать что-нибудь этому блюду, или быстро, что я не похож на бедного старого фехода, что это должно быть. Простите, босс. На, это же вы не знаете. У нас есть какая-то еще с прежней времен. Моряки играют, значит, в бильярд. Во, как накурено-то, господи, хоть топор реший. Некоторые уже в усмерть пьяные. Вы ведь же, я так понимаю, ты занят? Ну, понятное дело, столько клиентов. Хаша, хаша. Ну, что, как обычно, первым делом наведываемся к Винченце, к нашему оружейному эксперту. Винченце, сегодня нам понадобится тяжелая артиллерия. Мы собираемся замочить Морелло. Ну, я думаю, что 600 выстрелов из Старого Добра Томпсона сделают с ней. С другой стороны, можете поддержать традицию и использовать для такой серьезной работы сицилийские. Ну, ладно, лупара да клупара. Ребята, скорее, работа не ждет. Так, здесь мы не поместимся. Давайте поедем. А хотя, погодите, более-менее быстро машина и легкая вот эта для данной миссии. Блин, поле, ты чего не сел-то? Я думал, вы оба сели. Я думал, вы оба сели. Ну что, едем на центральный остров. Как говорится, помнят Рокета. Давно не играл, но все равно неплохо вожу. Какое небо красивое. Давно не играл. Так, к нам сюда. Вот этот театр на центральном острове. Ради сотни, держи его. Полиция, конечно, не вовремя придралась. Дон Морелла, как видите, удирает. Сейчас надо во что бы то ни стало его поймать. Полиция, как всегда, не вовремя. Давайте, что ли, обманем ее. Вот так вот. Врезались, и теперь они уже не такие шустрые. Так, осторожен трамвай. Вот так, полиция нагоняет. Вы знаете, есть такой миф, что если Морелла высунется из окна, начнет стрелять, то вот Ментал может прибить. Ни разу такого не видел. Ни в записи, ни у самого не получалось. Так что официально здесь можно миссию закончить двумя способами. Сейчас будет один из них. Вот он заворачивает. Понятное дело, он пользуется своим скриптом прохождения сквозь стены. Конечно, машина сломалась, а мы бежим за Морелла. Как вы помните, мы уже были в этом аэропорту. Быстро за ним. Это Морелла. О, ребята, машину починили, кажется. Быстрее, Том, садись, мы и до него доверемся. Давай, давай. У него и Томпсон, вы с Сэмом будете стрелять. Ну все, разгоняйся. Так, значит, бьем в двигатели. Давай ты, куча тюрьма, ну же. Это он в машине, если что. Так, ну все, индикатор сверху пропал. И снова продолжаем, на всякий случай, бомбить в двигателе. То есть стрелять. Да, круто. Ну ладно. А теперь я вам покажу, как может миссия развиваться другим способом. То есть другим образом, конечно. Так вот, Морелла высовывается. Ух ты, едет в обратную сторону. Такое мне первый раз, не там разворачивается. Ну что, давай. То есть тебе будет кирдык. Влепился. Стреляйте, вот он высунулся, стреляйте. Все, Морелла мертв. Да, миф подтвержден, ребята. Его действительно можно таким образом убить. Павел, он все равно потом почему-то едет. На лимузине в аэропорт. Ну да ладно. Миссия тоже таким образом может считаться пройденной. А теперь я покажу еще один вариант развития концовки. Вот, как видите, Морелла не стал заворачивать в аэропорт, а едет прямо дальше по трассе. Эта концовка, как по мне, самая интересная и самая эффектная. Главное, ехать как можно быстро и не отставать от него. Вот, кстати, за городом отель Кларк, где мы уже были, когда проверяли наши способности. Непыльная работа миссии, я имею в виду. Сломался, видимо. Не понимаю, зачем Сэм и Полли стреляют, если лимузин бронированный. Вот мы заезжаем в красивую лесную зону. И вот на горке, конечно, машина очень проигрывает в машине Морелла. Срубы лежат. Давайте пока полюбуемся на местные пейзажи. Не забываю, конечно же, держать газ в пол. Врешь, не уйдешь. Как видите, впереди разрушенный мост, либо недостроенный. Опа, чуть не упал. Думаешь, он мертв? Угу, я так думаю. О, Господи! Ну, теперь-то он точно мертв. Поехали! Ладно, пошли. Как по мне, вот это должна быть каноническая концовка. Вот так вот семья Сальери избавилась от Дона Морелла. И теперь необходимо вернуться обратно, либо навестить луку Бертоне. Кстати, бывает, в данной миссии присутствует забавный баг. Ну, или шутка от разработчиков. В общем, после этой заставки, бывает, машина просто-напросто исчезает. И приходится всю эту дорогу бежать пешком. Ну, слава богу, сейчас скрипт сработал правильно. И мы едем. Наслаждаясь красивым лесом. Как такую красоту вырезать давить? Я даже не буду. Странно, после того, как они устранили самого главного мафиози, своего конкурента, едут и молчат. Мне кажется, они бы на радостях столько бы разных вещей наговорили. Поделились бы впечатлениями, эмоциями своими. Нет, сидят, молчат. Ой! Твою дна левая. Либо они пребывают, наверное, в легком шоке. По полям поколесим. Скорее всего, у них шок. Не каждый день получается прибить главного мафиози. Кстати, ребята попросят высадить их в бара Сальери, прежде чем я поеду к Лукасу Бертоне. Впрочем, я вам это продемонстрирую. Просто не буду всю дорогу записывать, а то будет долго. Это все-таки у нас не стрим, а летсплей. Соскучился я по игре, поэтому решил погонять. Как тут не поездить быстро? В общем, смотрите, сейчас я подъеду к Лукасу Бертоне. Окей, не проблема. Вот ребята просят нас отвезти их в бар, потому что они устали, хотят отдохнуть, пропустить по стаканчику виски. Или что они там пьют. Так и поступим, пожалуй. Вот мы у бара Сальери. Выходите, парни. А мы поехали к Луке. Вот, кстати, как вы, наверное, заметили, вот внизу справа у меня был, в общем, пробит топливный бак в перестрелке. И мигала лампочка, что топливо на исходе. И вот, наконец-то оно закончилось. Представляете, все-таки может в этой игре закончиться топливо. Я думал, во время миссии такого не случается. Или все-таки игра защиты, это как после миссии, раз я уже выполнил основное задание. В общем, высаживаемся. Продолжаем ехать к Луке. Вот он наш старый знакомый. Если что, можно у него аптечку взять, но у нас пока стопроцентное здоровье. Привет, Борис Репетур. В смысле, он его озвучивает. Привет, Томми. Привет. Есть что-нибудь для меня с ним? Ну, сегодня была одна мелкая накладка. Что случилось? Ну, понимаешь, ребята оставили тут машину, за которой охотились полицейские. Мне хотелось бы побыстрее от нее избавиться. Почему они сами ее не утопили в день? Понимаешь, мы вроде бы с ними договорились. Все должно было пройти чисто, но пошло наперекосяк. Они были расстроены, вот и оставили ее здесь. А что мне за это будет? Отличная немецкая спортивная машина. Кадет, вас стоит здесь. Пойдет. Что мне нужно делать? Все очень просто. Отгони машину к обрыву за городом и сбрось ее вниз в море. Ясно. Но если полицейские тебя засекут, будут неприятности. Тебе придется стригнуть их. Ладно. Хорошо, у Кобертона. Нужно подвезти машину, которая сейчас полится к обрыву рядом с маяком, и утопить ее. И для этого нам потребуется механическая коробка передач. Давайте вспомним, как переключаться. Так, на клавишу Delete. Хорошо, садимся и едем. Машина будет постоянно в розыске, так что не стоит специально отсиживаться где-нибудь, дабы индикатор в розыске пропал, он не пропадет. Даже если он дойдет до конца, то вновь возобновится. Все будет хорошо, Лука. Надо же подставить так мужика. Главное, чтобы сейчас не попалась по дороге полиции. И тогда можно спокойно доехать и сбросить машину с обрыва. Машина, конечно, красивая, шикарная. Но не для нас. Она в розыске. Если мы оставим ее себе, у нас будет проблема. Да нет, нам игра просто не позволит ее оставить себе. Мы все-таки выполняем задание Лука Бертоны, чтобы ее утопить. Вот как видите, индикатор пропал. А, черт, и вновь возобновился. Полицейские подоспели. Как всегда, не вовремя. Даже не одни. Придется поездить. Подольше, наверное. Давайте спровоцируем въезд в столб. То есть в дерево хотя бы одного. И второй тоже влепился. Отлично. О, они там еще бодаются друг с другом. Так, вы меня не видели. Так, знак. Уступите дорогу. Ну вот теперь смотрите, каким образом надо скинуть машину. Впрочем, если вы учились в автошколе и вообще умеете водить, вы и так догадаетесь. Но я все расскажу для тех, кто не умеет. Переключаемся на механическую коробку передачи. Видите, внизу справа около спидометра появляется M. Так, держите тормоз. То есть, в моем случае кнопка S назад. Ставите на нейтралку. Ставите на нейтралку. Затем два раза правой кнопкой мышки выходим. И машина на нейтралке катится. На скорости она не покатится. Вот в чем дело. И смотрите, благополучно машина падает. Пумс. И тонет. Ну все, а нам остается только вернуться к Лукасу Бертоне. Сначала лучше отсидеться. Чтобы кончился индикатор в розыске, который вы видите наверху. Все, порядок. Ну а вернуться к Лукасу придется только позаимствовав машину. Как в GTA. Стой, 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 стой. Господи, помогите! Он поконяет мою машину! А там верно. Не убивайте меня! Так. В принципе, мне нетрудно играть и на механической коробке передача. Я уже привык. Спасибо. А я тем временем нарушил, превысил скорость, причем очень сильно. И до такой степени сильно, что меня хотят уже арестовать. Они перевернулись, я смотрю. А мы, по-моему, случаем, что нас не видят, быстренько выйдем из машины. Чего-то не обойти. Ну все, Лукас, давай. Не вижу ничего хорошего в том, что копаны хвостят. Так. Ну ладно. Я хотел по-хорошему. Извините, ребята, вы сами напросились. Ой, не то перезаряжаешь-то. Лукас, извини за погром. Потом все уберешь. В общем, я выполню твое задание. Ладно, а где машина? Этот парень недавно пришел и забрал ее из гаража. Он сегодня собирается обедать в гриль-баре Роя. Это в Беловом районе, недалеко от ресторана Пепе. Если поторопишься, то еще застанешь парня с машиной там. Что с тобой сегодня случилось? Раньше ты не обижал клиента? Этот, исключение. Он уже очень давно мне не платит. Я сделал для него кучу работы. И до сих пор не получил ни доллара. Один бог знает, чем он занимается. Но на этот раз он сделает доброе дело. Заплатит мне и одновременно позволит отплатить тебе за услугу. Да лучше иди, опоздаешь. Спасибо, уже иду. В принципе, справедливо. Угоним немецкую машину. В реальности этот автомобиль называется Mercedes-Benz. А тут назвали его Celeste Mark. Кстати, машина уже не в розыске. Замечательно. Она нам, кстати, пригодится сейчас не только как средство передвижения. В общем, сейчас приедем, увидите. Потихоньку загораются фонари. Красота. Вообще, люблю я это время, Америку 30-х годов. Скоро, к примеру, мне придет игра Mob Enforcer. Тоже про это же время. По всему свое время. Ну, так вот. Вот мы подъехали к этому... К этой кафешке. Так вот, поставим машину. Видите, маленько поровнее. Вот так вот. Чтобы между ними не мог протиснуться человек. Между машиной, которую я хочу угнать, и моей машиной. Вот. Дело в том, что сейчас... Так, это хозяин, да? Дело в том, что... Ой, я не туда устал. Ну, ладно. Так, тихо. Видите, хозяин-то бандит, он сам с пистолетом. Все, угоняем спокойно. Теперь нам никто не мешает, ни хозяин, ни полицейский. Кстати, полицейский тут всегда по скрипту появляется. Это бы усложнить жизнь нам. Смотрите, какой чудный сигнал. Машина, скажем так, не самая лучшая, но... Небольшая. Маневренная. Давайте испытаем ее на той самой длинной дороге. Напоминаю, что в реальности это Мерседес. Громкая, правда, но ничего. Когда она целая, от полиции вполне можно оторваться. Четыре скорости. Вот сто... Сто сделала уже. Пока на спидометр смотрел, врезался. Ну, ничего, Ральфа починит. Ну, все, здравствуй, брат с Ильери, мы вернулись. Ой. Не бей, не бей машину, то она уже дымится. Вот, Ральф, я тебе работу привез. Принимайся. Ну, а мы успешно завершили миссию. Какую машину удалить? Так. Лоси, Торой, Черный, как он называется-то? Катафалки, думаю, нам ни к чему удаляем. У Горжа появились новые машины. Гуардиан, Тераплейн, Фордер, Черный и Селест Марк, 500 белый. Отлично. Отлично. Значит, ты убил Мураво. Должно быть приятное чувство, а? Мы праздновали победу. Сальери обалдел от радости, конечно. Фактически мы управляли всем городом, и казалось, что кровопролитию пришел конец. Некоторое время я ходил к королям, пока меня не отрезвила одна мысль. Если обычный парень вроде меня смог убить самого крутого человека в городе, помогла ли ему его и сила? Черт, если бы он не был таким крутым, возможно, был бы жив до сих пор. Я подумал, что как бы ты ни был силен, всегда найдется кто-то сильнее и грохнет тебя. И что за вывод ты сделал? Жадность, дерьмо. Когда у тебя нет денег, ты думаешь, что тебе хватило бы ерундовой зарплаты. Потом ты понимаешь, что надо бы завести хорошую машину. Получаешь классную работу, повышение, но на самом деле уже мечтаешь забраться еще выше. Не успеешь оглянуться, как уже метишь президента Соединенных Штатов, и мечтаешь выиграть войну с немцами. К счастью, вряд ли тебя вызовут. Плюс к тому, вся эта гонка с наступанием друг к другу на пятки имеет один изъян. Все время приходится смотреть, как бы кто-нибудь не наступил на пятки тебе. Так что я крепко задумался, не сменить ли в жизни приоритет. Прям как по книжке. Да хоть обсмейся. Знаешь, что было последней каплей? Это. Кто это? Снято в 1920-м. Старик Дон Пеппоне. Двое младших. Сальери и Морелло. Это фото убедило меня в том, что такой образ жизни разъедает душу. Морелло и Сальери были друзьями, и оба они, при власти Пеппоне, были авторитетными. Но в 20-х они за что-то убили Дона Пеппоне. Довольно странно, Сальери до сих пор восхищается этим парнем. После этого они поделили город. И каждый правил своей половиной. Но потом они друг другу поперек глотки стали. А я кончил тем, что стал орудием Сальери в убийстве его лучшего друга, избавив его от того, чтобы глядеть Морелло в глаза. Мне пришло в голову, что мои друзья и те, кого я люблю, такие же. Что когда-нибудь я повернусь к поле и обнаружу, что смотрю в дуло пистолета. Я ни в ком не мог быть уверен. Ни сверху, ни снизу. Но ты же каждый день рисковал жизнью. Быть боевиком мафии не мёд, судя по твоему рассказу. Одно дело, когда ты живёшь одним днём. Когда ты полон энергии и бьёшься не на жизнь, а на смерть, рядом с тем, кто тебе как брат. Вы просто два бойца, которые знают, в чём их долг. И всё зависит от способности выживать. Это война. Постоянное чувство, что ты не можешь доверять даже другу, ужасно. Ты один, и смерть может явиться откуда угодно. Я ночей не спал, размышляя, была ли шутка моего лучшего друга просто шуток. Или это был намёк на моё собственное устранение. Человеку нужен кто-то, кому можно доверять. Вот на этом я выпуск завершаю. Спасибо, что вы меня смотрели. Надеюсь, было интересно. С вами был Алекс Монг. Всем пока, удачи. Берегите себя и своих близких, и играйте только в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok